Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как созданный рисунок в программе дизайнит перенести в вязальную машину 270 брайзер. Свитер с миньоном выполнены на 270 машине в технике двухфантурного жаккарда, имеет вывязанную круглую горловину и вот такого забавного веселого миньона. Как пример, как можно нарисованного миньона перенести в машину. Вам потребуется вот такой вот картридж для переноса рисунков в вашу машину. Собственно говоря, сама программа дизайнит и программа установленная для этого картриджа. Все рисунки, которые вы создали, нужно пересохранить в другом формате. Рисунок мы создали, наложили его на выкройку и теперь файл сохраняем. Файл сохраняем как? Например, перед свитера миньон. Рисунки, которые мы с вами создаем, нам нужно перевести в формат ПАД. Перевозим и сохраняем уже в этом формате. Нажимаем на кнопочку Сохранить. Далее мы с вами должны открыть, собственно, саму программу для картриджа. И если у вас все верно подключено, а подключаем мы следующим образом. Шнур картриджа соединен с нашим ПК. Выбираем КОМ-4, к которому и подключена моя машина Browser 270. Нажимаем на кнопку ОК. После этого выбираем форматирование. Выбираем вашу машину. Я выбрала 270 и ждем, когда отформатируется мой картридж. Прошу обратить внимание на то, что пока картридж форматируется, горит красная лампочка. Занимает это некоторое время. Немножечко нужно подождать. Итак, мы видим, что картридж отформатирован. А теперь мы можем перейти непосредственно уже к записи нашего рисунка на карте. Мы можем действовать дальше и нажимаем на Edit. Выбираем New, Новый. Снова выбираем свою лизальную машину, для которой мы и загружаем выбранный рисунок. У нас появляется в свободном окне надпись Page 1. Нажимаем на надпись Page 1. Нажимаем снова Edit. У нас есть здесь такое поле, как Add. И мы нажимаем поле Add. На своем рабочем столе выбираем файл формата пат. Никакого другого формата вы здесь открыть не можете. И вот он появляется уже в поле. Рисунок этот под номером 901. Однократным нажатием левой кнопкой мыши выбираем рисунок. Здесь же мы можем его просмотреть. Для того, чтобы убедиться в том, что мы сохранили именно то, что хотели сохранить. Нажимаем на Show. И я вам хочу посоветовать действительно загружать рисунки непосредственно вместе с выкройкой. Это очень удобно. Вы совершенно точно будете знать, что ваш рисунок расположен именно там, где он должен быть расположен. Кроме того, это позволит вам, выполнив миньона, продолжать вязать в технике двухфантурного жаккарда, не переходя на репс и не придумывая, что же там придумать дальше. Убедившись в том, что и это именно выбранный вами рисунок, нажимаем на Close. Снова нажимаем на Close. Выбираем Save. Сохранить. Нажимаем на опцию Выход. Нам осталось с вами записать рисунок уже непосредственно на картридж. Итак, мы нажимаем на кнопку Write. Записать. Ищем наш рисунок и выбираем последний файл Untitled, где и находится рисунок, который вы только что преобразовали для вязания на машине. Нажимаем Открыть. И мы видим, что проходит, идет процесс записи на наш картридж. Это видно по тому, что загорелась красная лампочка. Ни в коем случае не доставайте шнур из картриджа, не отключайте USB питание от компьютера. Ждем, пока произойдет процесс записи на наш картридж. Вы видите это в программке самого картриджа. Хочу обратить ваше внимание на то, что процесс переноса рисунка на картридж и в машину до момента вставления картриджа непосредственно в машину не отличается ничем для любых электронных вязальных машин-бразеров. Отличаются немножечко только следующие шаги. О которых мы с вами и поговорим. Вставляем картридж только в выключенную электронную вязальную машину. Это важно. Ни в коем случае не во включенную. Вставляем картридж в гнездо. Убеждаемся в том, что картридж находится плотно в гнезде. После этого нажимаем на кнопку On включение машины. Нажимаем на кнопку Load. Здесь начинаются отличия. Для остальных машин вам нужно было бы нажать два раза на кнопку Step. Степ. И ввести порядковый номер загружаемого рисунка. Отличие же электронной машины Briser 270 состоит в том, что вы просто нажимаете на кнопку Executive. Выполнить загрузку. И мы видим, что огонек кнопки Load начинает мигать. Когда перестала мигать кнопка, рисунок загружен. Наши следующие шаги. Мы должны выключить компьютер нашей вязальной машины. Это обязательный шаг. И только после этого мы можем извлечь наш картридж. Включаем снова нашу машину. Переходим при помощи кнопки Step в опцию Pattern Number. Вводим рисунок 901. Нажимаем на кнопку Step. Мы видим позицию узора. Нажимаем еще раз на кнопку Step. Следующий шаг. Загорается зеленая кнопка Ready. Вы можете вязать ваш рисунок. Ваш рисунок готов к работе. Стрелками вверх-вниз мы видим, что наш рисунок целиком с деталью составляет 114 рядов. Но так как наш рисунок был запрограммирован для двухфантурного жаккарда, для вязания двухфантурного жаккарда нам следует еще и нажать на кнопку КРС, которая находится в правом нижнем углу компьютера машины. Мы можем приступать к рисунку, к ввязыванию рисунка. А если вы при вязании еще и выведите себе на монитор провязывание рисунка, вы будете видеть еще и смену нитей. Для того, чтобы удалить выбранный рисунок из памяти машины, а это часто бывает нужно, если оперативная память машины забита, вам потребуется ее освободить для того, чтобы вы могли внести новый рисунок. Не нужно бояться того, что вы никогда больше этот рисунок не свяжете, он останется у вас в памяти вашего персонального компьютера. Вы переходите на паттен, опцию Input. Здесь вы можете удалить любой рисунок, который вы вносили. 902, например. Для того, чтобы удалить 902 рисунок, достаточно нажать на кнопку С. Если такого рисунка в машине не существует, в окошке мема загорается вот такой значок ошибки. Это значит, что очищать нечего, но вы хотите освободить память машину. А только что мы с вами вносили рисунок под номером 901. И мы с вами выбираем CE, очистить поле. Вводим рисунок 901. Еще раз нажимаем на кнопку С. Ваш рисунок удален из машины. Как проверить то, что рисунок удален из машины? Да все тем же самым путем. А именно, ввести номер 901. И когда мы сейчас нажмем на кнопку С, в окошке мема появится та же самая ошибка, что вы пытаетесь удалить несуществующий рисунок. Давайте проверим. Появилась ошибка. Ваша оперативная память освобождена, и вы можете грузить ваши новые рисунки при помощи картриджа для переноса рисунков. Вяжите вместе с нами. Вяжите с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok